Депутаты ЗАГС Собрания предлагают внести очередные изменения в программу капремонта. В список работ предлагается включить ремонт подъездов, утепление фасада и установку пандусов для инвалидов. О других новостях в нашей рубрике в короткой строкой. В Кирове стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». По телефону доверия кировчане могут рассказать об известных им местах и лицах, занимающихся сбытом наркотиков. Отметим, за последний месяц в прокуратуру поступило 28 сообщений. Возбуждено 5 уголовных дел. С 1 января 2018 года единый налог на вмененный доход будет отменен. Городские власти уже советуют предпринимателям перейти на патентную систему налогообложения. В этом случае бизнесмены освобождаются от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц. Городские власти озаботились низкой заполняемостью детских загородных лагерей. Со следующего года часть из них предлагается объединить в одно предприятие, которое будет равномерно распределять путевки. Презентацию новой структуры правительство проведет в феврале. В первом чтении Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии в 2016 году. Предлагается на третий год продлить мораторий на пенсии работников моложе 48 лет. Страховые взносы в полном объеме будут идти в пенсионный фонд на формирование страховой части. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю с простудными заболеваниями в больницу обратилось почти 7 тысяч кировчан. Из них больше 5 тысяч – это дети. Однако, по словам специалистов, рост заболеваемости не превысил эпидемиологический порог. 19 ноября на сцене Дома культуры Родина кировские зрители увидят спектакль «История любви. Комедия ошибок». В главных ролях играют знаменитые актеры Петр Красилов и Светлана Ходченкова. Начало спектакля в 19 часов. Продолжение следует...